Дмитрий Чекмарёв Новосибирского отделения изборского клуба Евгений Петренёв. Дмитрий, естественно, знает некоторые подробности, которые, в принципе, можно и не увидеть, и не услышать. Я с удовольствием предоставляю Дмитрию вам слово. Всё, что можно в пределах профессиональной этики рассказать. Расскажите. Ещё раз, Дмитрий Чекмарёв, постараюсь даже меньше, чем можно, потому что на самом деле этот интерес, бурный к подробностям, таким тактическим, техническим моментам, он в чём-то оправдан, но не это главное, когда надо эти события оценивать, их воспринимать, так или иначе. Я в своё время ещё, во время службы в лажорных силах, в течение двух лет занимался именно предоставленной борьбой, был замкомандиром части, и могу вот эту сторону тоже оценить. Та, которая в открытом доступе освещена, могу сказать, что все разговоры о какой-то инсценировке, постановке, всё это, конечно, бред. И со стороны Федеральной службы безопасности России, и со стороны украинских диверсантов были вполне профессиональные люди, что бы там кто ни говорил, ни думал. Это был серьёзный противник, который серьёзно готовился. На каком малиционном уровне там принимались решения, на каком политическом, можно догадываться, да, гадать вариантом. Но исполнители были вполне профессиональны, это не частная инициатива каких-то ура-патриотов. Нет, всё вполне достойно готовилось, и профессионализм тех, кто им противостоял, они сорвали те цели, которые намечались, их достижения. Если говорить о сотрудниках ФСБ, ну, лучше всяких похвал, конечно, их действий, что бы там ни думали. А если говорить о погибшем военнослужащем, единственный случай, там немного другая картина. В общем-то, люди выполнили приказ любой ценой, да, погиб человек, но ответного огня в той ситуации с нашей стороны не открывалось, потому что в секторе обстрела, в направлении, в котором действовали диверсанты, находились уже жилые дома украинской стороны. Это по второму случаю? Да, по второму, по военнослужащему, конечно, да. По первому случаю, естественно, это был открыт. Да, это было уже в глубине нашей территории, в районе кладбища села Суворово, недалеко от Армянска. А во втором случае, буквально за заболоченным участком, за рошим камешком, начинается уже украинская страна и живой сектор. Естественно, никто с нашей стороны его не открывал, как, видимо, инструктировали, как ставили задачу военнослужащим. Манер выполнили. Наш военнослужащий погиб, и Фрейдер Сычев, контрактник из Ставрополя, десантник, что там в украинской стороне, информации нет. Но огня не открывалось, соответственно, никаких же среди мирового населения не могло быть, и о них ничего не говорится. Проявили себя достойно, выполнили приказ. Что за этим стоит, конечно, наиболее интересный вопрос. Кто приказал? Потому что украинская сторона реагирует поэтапно, по мере поступления информации со стороны нашей. Что озвучено в результате оперативно-следственных действий, какая информация получена, доведена до общественности. Начинаются строить версии. Каждый день они менялись, вы это заметили. То похищен гражданин Панов Евгений, то не похищен, сам приехал, то он энтузиаст-доброволец, то он просто водитель на Запорожской АЭС, то есть водитель-экспедитор. Но точку в этих гаданиях украинской стороны, метаниях, поставил никто иной, как их начальник Генштаба. На таком уровне. Ничего умнее в свое время не придумал человек, как выложить фотографии в фейсбуке у себя, в аккаунте, где совещание с командным составом Главного управления разведки и силы специальных операций, где водитель Запорожской АЭС Евгений Панов присутствует. Среди всего лишь 15-ти, максимум, там 18-20 человек, на том числе он, да. То есть я не думаю, что это уровень начальника Генштаба собирать водителей, экспедиторов и так далее, с ними о чем-то беседовать. Просто у Панова своя легенда, которую он заучил, старательно ее озвучивал. То есть, ну, такая была у него задача поставлена, это его дело, как защищать себя. Потому что обвинения, которые ему предъявили, достаточно тяжкие, это его дело. Хотя расклад по должностным лицам, кто участвовал в подготовке, что он дает, как бы, может быть, он останется, или он ни в курсе, да, кто на каком уровне принималось решение, либо это верховный главнокомандующий, да, президент, правильно, либо это ниже стоящие должностные лица. Но то, что это не частная инициатива, не самодеятельность, это однозначно. Как мне видится, причина таких действий, подоплек. Ну, она озвучена была в официальной позиции нашей страны, что дестабилизация, да, перешли к террору, чтобы дестабилизировать обстановку. Возникает такой, зачем им дестабилизация в Крыму? Серия терактов. Причем там достаточно грамотно, профессионально построено было то, какую должна была вызвать реакцию эта волна терактов. А цели было две. Во-первых, это дестабилизация межнациональных отношений. Крымско-татарское население впрямую ставилось там под удар, как якобы исполнители, причастные к организации, проведению. На это было направлено час работы. А каким образом? Когда муляж закладывался уже там в Симферополе, в аэропорту, уже звонки были, сообщения о минировании. Они были людьми, которые, возможно, это этнические крымские татары, которых хватает на украинской стороне, так называемой меджилистой, запрещенной организацией, призванной экстремисткой. Они озвучивали, что переходим к джихаду. То есть должна была тень подозрения, и, как они надеялись каких-то репрессий, упасть на крымско-татарскую часть населения Крыма. Вторая, ну это тоже не глобальная задача, такая определенная, промежуточная, задействован был гражданин Турции, некий хафиз находится сейчас на извлечении, ранен, задержан, при задержании был ранен. Но жизни не угрожает, он еще, видимо, что-то скажет свое. А как предполагают оперативники, был некий аналог операции консервы 1939 года на польской границе. Это сразу же возникли такие ассоциации. Да, да, да. Турции с документами гражданина Турции накануне встречи на высшем уровне Путина и Эрдогана это было бы очень хлесткая такая провокация. То есть то, что в качестве консервы должен был выступить этот турок, вполне укладывается в эту схему. То есть внутриполитическая цель, объект воздействия, это крымско-татарская часть населения Крыма, и внешнеполитический аспект это участие турководных процессов. Я просто поясню тем, в общем-то, нас, возможно, слушают, конечно, грамотные люди, ну, и знающие истории, ну, тем, кто, может, не знает, вот эта вот операция консервы, это то, с чем было спровоцировано начало Первой мировой войны, Второй мировой войны, извиняюсь, на немецко-польской границе, когда был подброшен труп немецкого солдата. Да, там использовались заключенные в концлагерей в форме с документами, а, собственно, убитыми выступали заключенные в концлагерей. Очень разумно, да, в принципе. Такова подоплека, ну, это самой операции, а какова же все-таки цель, почему эта операция, она не первая, не последняя, такие попытки будут, дестабилизация и в Крыму, и на Донбассе. Если мы возьмем просто данные статистики украинской стороны, вот просто их данные, да, посмотрим, что происходит в стране, потому что мы понимаем, что без провокации крупномасштабной войны, добиться ее развязывания, Украине просто как бывшему государству, этой части территории, не выжить физически. То есть там, ну, как бы к этому пришли к пониманию и олигархические группировки, которые имеют своих представителей в виде партий, фракции в их Верховной Раде, они прекрасно понимают, что за сложилось за картина. Допустим, мы берем, ну, по многим-многим позициям, легче сказать, по каким не получилось замещение на сегодняшний момент, по газотурбинным двигателям для военных кораблей. Мы пока сами не делаем. По тем же вертолетам двигатели делаются, и Моторсич остался без заказов. Причем подготовка к замещению, конкретно к вертолетам, началась в 2005 году. После победы Ющенко задача президенту была поставлена и готовится к замещению. Полностью замещено. 90% труб большого диаметра делал Харциск, даже Донбасс, для Газпрома. Сейчас это делают в Челябинске и ряде других мест. Естественно, никто уже этот рынок не откроет. Так же, как и рынок вагонов, так же, как химия, зерна, удобрения, металлопроката. Все это схлопнулось. Российский рынок накрылся, ну, грубо, упрощенно говоря. Для Украины. Для Украины, да. Это просто тупик. Это катастрофа экономически. Это тысячи людей без шансов на дальнейшую работу. Активы, тайр, этих, они, как бы, становятся, для них просто обузы, токсичные. Представьте, металлургические комбинаты, которые не работают, химические производства, машиностроительные, которые просто не работают, у них нет возможности сбывать свою продукцию. Повернув свой взор к Европе, два года назад обнаружили удивительное для себя открытие. Европа ничего для них открывать в своих рынках не будет. Громогласно просвещала, у нас теперь беспошлиная торговля с Евросоюзом. Безусловно, беспошлиная. Только она по квотам. Квоты заканчивались, в 15-м году они к концу января закончились, в этом году, если не ошибаюсь, это февраль, все, дальше продукция украинская не идет никуда. Возникает какая ситуация? Вот этот 40-миллионный народ оказывается на грани просто неживания. Ну, это трагедия. Трагедия, огромная трагедия. В траншах отказано. С прошлого года, с августа 2015 года, МВФ не дает ни центра. Приехал Байден, вставит условия, уберите генпрокурора, тогда, может быть, получите миллиард. Да для них даже миллиард это ни о чем. Даже получил этот миллиард, ничего не меняет, ничего не решает. Что может спасти, даже тех олигархов, у которых были, когда-то, говоря славяне Маяковского, владельцы заводов, газет, пароходов, как можно открыть российский рынок? По-хорошему никак. Просто никак. Потому что наши олигархи тоже не скажут своим рабочим в Челябинске, ребята, мы ваш цех закрываем, получаем украинскую продукцию. Нет, это уже не случится. Как написал ехидно один, знающий человек, как только прозвучал клип на Ютубе, никогда мы не будем братьями во многих офисах, открыли шампанское по всей России и начали разливать все. Сбыт обеспечен. Сбыт есть. Олигархи мыслят своими категориями. Да, что за этим стоят сотни тысяч людей, миллионы. Стоят сотни тысяч людей, которые действительно нам неравнодушны, и мы к ним неравнодушны. Это, конечно, колоссальная трагедия. Выход-то какой находит олигархи? Маленькая, но победоносная война. Победоносная счастье со стороны России. Мы должны, как они грезят уже второй год, дойти до Ужгорода и Львова и взять на баланс и тогда уже... Это все территория. Да, и мы тогда открываем рынки, а делать нечего. Что ж, не карточки вводить, мы должны брать их продукцию, люди должны опять работать на себя и на того парня, на олигарха. То есть мы должны вместо Европы, вожделенной, все-таки поучаствовать в судьбе некого братства на лоза. Забрать их обратно, они в это время будут нас поливать, опять продолжать зяги. Естественно, естественно. Вести партизанские, дирюционные различные действия и так далее. Во многом этот вариант устраивает наших партнеров, так называемых европейских. Мы себе на шею вешаем огромный балласт, который может утянуть на дно кого угодно. На всяком случае Евросоюз отказался от содержания. И американцы тоже. Причем, когда даже в детали вникаешь, просто вроде бы мелочь, смотришь фотографии в зоне АТО многочисленных там иностранных винтовок. Вдруг понимаешь, что много образцов охотничьих, финские винтовки, САККО, там чешские, ЧИЗЭТ. А потом в их же переписке в интернете вдруг, в открытый текст там говорится, что мы стреляем охотничьими экспансивными патронами. Ну, то, что это запрещено уже несколькими конвенциями. Понятно, это те пули, которые разворачиваются, как образно сравнить, при попадании в тело расширяется само название экспансивный боеприпас и наносят огромные калечащие раны. Но это не от кровожадности противостоящей стороны, они идут на военные преступления, а потому что им не продают. Как ни странно, идет огромный поток оружия и боеприпасов советского образца через Сербию, Болгарию, Чехию, Польшу. Идет на Ближний Восток Катар и Саудовская Аравия покупают, подведомственные себе группировки вооружают, война в Сирии продолжается. Украинцы недоумевают это власти. Почему от этого огромного потока им не перепадает ничего практически? То есть, свое у них практически уже схлопнуло? Они посчитали так, что если бы боевые действия продолжались с интенсивностью лета 2014 года, начало осени, у них бы давно кончились даже боеприпасы с руководством оружия 545. То есть, та война, которая бушует в газетах, на телевидении и в интернете, в украинском секторе, она виртуальная. Фактически война привела к тому, что воевать было бы нечем, просто нечем. Луганский патронный завод, само название, где он находится? В Луганске. Обеспечивает кого? Неукраинскую сторону. Почему они не могут развернуть производство, остается загадкой. При себестоимости налаживания в десятки миллионов долларов, это не деньги для Костроминга. Якобы им не дают технологии западные партнеры. Чего патронов? Даже патронов. Даже патронов. И готовы тоже. Мы, говорит, купили дорогущие винтовки, боевые, не неохотничьи карабины, с которыми позируют их ребята. Но к ним, допустим, финский концерн Лапова, 338-й калибр, специальный снайперский, не продает. Тогда возникает вот зачем эти контракты на покупку самого оружия, которым нет боеприпасов. Можно догадываться? Традиционно пилятся эти деньги из бюджета. Примеры, они катастрофические. Вот они громогласно, допустим, объявляют о начале производства 127-мм миномета «Молот». Это копия советского 2С, по-моему, 19 или 12 Сани. Сани миномет, 127-мм, 80-х годов разработка. Технологически ее воспроизвести не получилось. Он рассыпается при стрельбе. Уже были погибшие и раненые со стороны украинских артиллеристов. Оптика со складов поставлена с 1946 года. Вот технологический уровень. То есть Европа не дает, американцы не дают. Попытки были интересные. Кстати, попытки лета 2014 года по-моему, 4 или 5 комплексов артиллерийской розетки для контрбатарейной борьбы на базе «Хаммеров». Поступили они, предусмотрительно, на запад Украины, но 2 или 3 пропали прямо там. Остальные в зоне АТО якобы были захвачены луганскими ополченцами, но когда показывают в упаковке оборудование, становится понятно, что просто купили. То есть захвачено, это было бы оно из транспортного положения переведено в боевое, и было бы все бы работало. Вот оно было бы захвачено. То есть попытки поставить современные технологические системы оружия привели к тому, что они оказываются в руках ополченцев. Ну и, может быть, это не бог из какой секрет, естественно, попадают в руки и российских специалистов для изучения. То есть покупается и продается все. Это звучит анекдотично, но я вспоминаю, в 90-е годы попытки сотрудничать в плане бизнеса, предпринимаемого нашими согражданами, с украинцами, заканчивались довольно плачевно. О чем бы ты ни договаривался, что бы ты ни подписывал, потом это бы отмечал, как принято было в те годы, там ресторан, баня, сауна, все такое. На утро, может, с похмелья хриплый и уставший голос украинского партнера, извини, братан, тут предложили три копейки дешевле, мы все это разрываем. Как? Мы же две недели только документы. Договоры все откупили. Да, все. То есть в этом плане недоговороспособность, ненадежность украинской стороны, она шокировала не только нас. Мы к этому уже привычны. Поэтому они оказались в тупике, что на Западе никто ничего, как прорваться, в Россию через короткую, молниеносную войну. А для этого нужна была провокация, серьезная, серьезно подготовленная, с самого высшего уровня. Почему я в их успех, этих провокаций, не верю? Потому что этот же фактор их ненадежности, я не удивлюсь, что те, собственно, тоже легенды, которые наша страна справедливо распространяет, что как, допустим, узнали о прорыве ночи на 7 августа, первая группа, когда погиб подполковник ФСБ Каменьев Роман, что диспетчер в армянский такси принимает звонок с украинской стороны, что забрать в 3 часа ночи в районе кладбища пассажиров, что якобы вместо таксистов выезжают сотрудники ФСБ и попадают в эту засаду. Это может быть далеко не так, потому что истинные источники нельзя засветить. Откуда становится известно? Я боюсь, что становится известно с самого верха. С самого верха. И не только фейсбук начальника генштаба может быть источником информации. Как не оскорбительная поговорка, которая много лет, но два украинца, я буду корректно информировать, это партизанский отряд, или как один украинец, просто украинец, два это партизанский отряд, три это отряд с предателем. То есть есть те, кто кто-то искренне, кто-то идейно основанием сотрудничает с Российской Союзной, кто-то за деньги, таких много, готовы на все. Вот этот менталитет, уровень понимания себя как гражданина и страны как государственности в той или иной форме, он удручающий. И был, и есть. И поэтому... Есть еще такой момент, Дмитрий, видите ли, я просто тут скажу, что не все воюющие на украинской стороне не понимают того, что происходит. Есть довольно такие существенные свидетельства того, что многие там вполне сознательно идут на сотрудничество с российской стороной, потому что понимают, к чему это все ведет. Ну, вот ребята здесь были, которые там воевали, они рассказывали, что даже прилетали с той стороны снаряды и на них было написано ребята, с чем могли помогать. Он не взрывается, он подписан и не взрывается. Ну, то есть понятно, что то стихотворение никогда мы не будем брать, и оно, конечно, написано сейчас в пылу такой вот яростной русофобии, которая вполне искусственно возникла по понятным причинам, это тема совершенно других разговоров и не этого касаемся. Но наверное, я так предполагаю, 80% населения Украины оно вполне с русским населением сопричастно во всех отношениях. Ну, оно или запугано, или просто индифферентно, инфантильно относится к этому. Но, тем не менее, просто, ну, говорю по тому, что снова там родственников и друзей. Ну, буквально вчера, позавчера, результаты соцопросов, проведенные на Украине и украинскими агентствами, и западными, показали интересную динамику отношения к России, которая провалилась в 2014 году и ухудшалась вплоть до 2015. Сейчас процент пошел вверх, да, возрастать. Ну, наш циничный некоторый, анонитик, что это победил холодильник, начинает побеждать телевизор, но это лишь одна из причин, да, люди просто, какая-то пелена может у кого-то проходить. Я по поводу мотивации действий, да, и запугивания, приведу такой пример, когда, допустим, АТО только начиналось и гипропетровские десантники передали и БМД, и часть вооружения ополченцам, конкретно даже в Славянске, как это пресечено было украинской стороной? Офицерам списки их семей, адреса. Вот, ребята, вперед, в бой, либо к ним идут правосеки, сейчас прям идут к вашим женам, детям, дочкам, сыновьям. Вот это простая мотивация. Если так обрабатывается по подразделениям, не все же вооруженные силы способны развернуть в другую сторону башню и снести, так сказать, а все это делается индивидуально. Как в начале этой кампании карты были украинских отречеств, чистый белый лист и координатная сетка с кодированными координатами. Он стреляет, он не видит, куда у него, то по основе нету, там что там, населенный пункт, школа, больница, он не понимает, что надо. Да, ему это, чтобы меньше думал. Те, кто по горячке пробовал требовать письменных приказов, все как только Турчинов подписал эти все решения по АТО, некоторые были расстреляны прямо на месте, потому что в качестве заградотрядов и комиссаров были вот именно эти националисты правосеки, а у многих тех же артистов вот техника в парке, в ангарах и вооружение стрелкового оружия. Вот вы получили командира дивизиона труп на плацу, и кто еще хочет письменный приказ? Остальные нет, мы идем, строимся и начинаем выкатывать тягачи и орудия. То есть, все это там закрутилось, как бы элемент запуганности, да, они развязали эту компанию, понятия ввели бытовое сепаративство. Человек, который может неосторожно высказаться даже в интернете, за ним придут и его больше могут не увидеть. То есть, просто. И все это прекрасно понимают, что они должны думать, что говорят, думать, что пишут. Поэтому режим, который там сейчас установился, ну, в чем-то может напоминать 70-е годы и Латинскую Америку, то есть, где в роли эскадронов смерти сейчас выступают добровольческие батальоны, все эти Азовы, Айдары и так далее. Ну, а фактически, ну, что, ну, Запад, конкретно Америка, Байден тот же самый, постоянно приезжающий туда руководить, она воюет руками украинцев, практически организовывает военную провокацию, военное противостояние с Россией, открыто, прям практически, уже все видно неприкрытыми глазами. Ну, с точки зрения Америки, это как бы не какое-то, что ли, исследование кровожарного медицинга, тут ничего личного, только бизнес, все-таки, страна, это транзитер, Украина, не нужна, стабильная, она, нет, она нужна Европе, тебе тоже понимать, что нужна. Европа не нужна Америке сегодня, и Америка дает Европу. Европа такой же конкурент, как Китай, например, Россия конкурент, как поставщик энергоресурсов, весь мир в идеале должен пересесть на сланцевую нефть, уже не только сланцевый жиженый газ, но и сланцевую нефть американскую. Вот в этом тоже интерес американцы. Мы немножко отошли в сторону, Дмитрий, все-таки, у вас мнение, как специалиста, насколько готова наша сторона к отражению таких провокаций, к полной системе мер, приводящих к тому, чтобы на эти провокации не дать себя спровоцировать. И будут ли такие провокации в дальнейшем, как вы думаете? Я думаю, они были, они есть, и они будут, но стопроцентной гарантии дать не может никто. Я считаю, что и организационно, технически мы готовы, чтобы их купировать последствия до минимума. Я вот поинтересовался как бы по своему профилю, когда-то, когда служил, еще в 90-х годах, как сейчас решается вопрос противодействованного обеспечения строительства Крымского моста, Керчевского. Да, да, да. Например, десятки и сотни обезвреженных взрывоопасных предметов, которых хватает даже без всяких украинцев. То есть, можно понять, что силы и средства задействованы серьезно, что там на постоянном боевом дежурстве серьезные подразделения, которые регулярно, каждый день, вынуждены обезвреживать те сюрпризы, в кавычках, которые остались еще со времен Великой Отечественной войны. Их там десятки и сотни всех калибров. Мины, снаряды, все что угодно там лежит. Это понятно, что со временами... Значит, чтобы этим заниматься, нужны очень серьезные силы. Это не дайверы, которые надели, это совсем другое. И слова о том, что кто-то может легко помешать средству моста, например, лидерами типа Чубарова, Джамилева, это, как бы, мягко говоря, сотрясание воздуха. То есть, задействованы очень серьезные ресурсы, чтобы не допустить чисто технически. Если, ну как, все-таки нельзя полностью обезопасить обезьяну с гранатой, да, как бы, если все-таки что-то они действительно серьезное смогут совершить, я думаю, политической воли хватит, чтобы ограничиться масштабами вмешаться. То есть, вот, мы смогли это на примере Грузии, показать, когда мы немножко поправили и оставили их вариться в собственном соку самим. Не занимались их устройством их дальнейшей судьбы и к ним самим потом потерял интерес НАТО и США во главе блока, что, поняв, что они очередной был кандидат на стратегического союзника это Грузия, мнила себя неким Израилем в ворожденном окружении Российской Орды, их вычеркнули из этого спектра. Борется за это место сейчас Украина и она тоже будет вычеркнута, то есть, потому что, как сказал один наш политолог достаточно грубой форме, такой, скриповатым голосом, из Украины пытались сделать антироссийскую пулю, но пуле не из любого материала может быть изготовлено. Я еще может добавлю, если можно, по Керченскому мосту я как инженер-строитель так и немного проходил военное такое инженерное образование чуть-чуть так, немножко так, особенно в строительстве мостов. Это как раз конкретно, да. Поинтересовался конструктивной схемой строящихся объекта, так сказать, и могу сказать, что во-первых, это такой объект, который, ну, извините меня, просто газелью с разочаткой не повредить серьезно совершенно. И второе, конструктивная схема вот этого сооружения, она рассчитана на то, что даже возникшие повреждения вполне позволяют тут же эту систему соединить в достаточно короткое время, это однозначно. То есть любая, даже серьезная, очень серьезная военная какая-то провокация там или что, она, во-первых, это сооружение не повредит очень серьезно. И, ну, просто очень грамотная схема. Нет, я хочу сказать, возможность физически доступа туда, каких бы то ни было диверсантов, она уже сейчас пресекается на корню. Ни граната, ни там машина с жирчаткой там большого урона этому сооружению не в состоянии нанести это точно. Запас прочности там закладывается в соответствующем. Колоссальный, колоссальный просто. Я поражаюсь, конечно, насколько в наше время казалось бы, все, говорили, разрушено, там в нашей стране ничего нет. Вы посмотрите, какие у нас профессиональные строительные компании все-таки существуют на сегодняшний день. Там работа организована. Просто любуюсь, вот смотрю и любуюсь, как все там организовано. Ну, как бы это маленькая вставочка. А с точки зрения военных людей, конечно, понятно, что там работают наши грамотные специалисты. В общем-то, это, конечно, и материальная, и финансовая нагрузка на нашу страну. Все это должны понимать и знать. Но будем понимать, что это все-таки будущее нашей страны. Без Крыма безопасности нашей страны нет. Не обеспечить. Не обеспечить. Это понятно всем. Я могу привести такой пример. В данном случае, в случае с Крымом, я считаю, что и де юр, и де факто правота, справедливость на нашей стране. Люди высказали свое мнение, они имеют право на сопротивление. Но, скажем так, цена именно вопроса значения Крыма, дать возможность превратить его во враждебный нам плацдарм в результате смены режима, мы не могли ни в какой мере ни в коем случае. Там была такая ситуация, что просто уже деваться было некуда. Все четко, грамотно сделано. Я так думаю, что последствием вот этой провокации 7-8 августа будет, что этот прозрачный режим границы на самом деле на севере Крыма, где свободно туда, обратно, сюда, кто угодно, да, как угодно ездили, в него определенный корректив будут внесены. И уже так как эти просачивались, взрывчатка в колесах машин провозилась, это все будет сейчас приведено в более жесткий вариант. Конечно, это создает неудобство для людей. Почему это не закручивалось сразу, эти гайки? потому что сотни тысяч людей туда и обратно. И теперь меры предоставности будут, конечно, усилены. То есть определенные проблемы будут возникать по времени перехода и по процедуре досмотра, проверки документов. Будут определенные коррективы, они уже есть, это неизбежно. и в этом плане тот портал, скажем так, проникновения, этот канал, который был на севере Крыма, он, я думаю, может считать его в прошлом. То есть Крым должен быть закрыт. Ну, наверное. Достаточно, что мы могли пояснить свое мнение диванных бронежилетов, пикинных бронежилетов. Ну, какие есть. Спасибо всем. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...